Здравствуйте, друзья! По доброй традиции мы раз в год встречаемся с Дмитрием Смитом, ветераном, пока еще не пенсионером киберспортивного движения. Краткий ликбез. Дмитрий Смит, орки, клуб, старкрафтер, потом немножко варкрафтер, судья большинства московских турниров, потому что тогда судей профессиональных было не очень много, и в целом небольшой бригадой судили все, и всех. Это правда. Но на самом деле мой путь в киберспорте, наверное, начался все-таки со второго Варкрафта еще. Тогда была система Кали, я в ней еще дошел до полз, до восьмого места мирового. А потом, да, потом Старкрафт. Старкрафт это моя любовь. Слушай, я совсем недавно наткнулся на видосики Warcraft, Battle.net и там неофициальные сервера, они все еще живы. Я захожу, смотрю, как они играют на традиционных картах, окей, вот эти вот перегораживания, Death and Decay, Bloodlast, быстрый APM. Ты натыкался, смотрел, там же психи. Там их причем мало, там человек, не знаю, ну 100 на сервере сидит. Но они такие ненормальные. За этот тур, за это время они все еще играют варик, причем на таком диком уровне, что интересно. Да, я смотрел, и самое забавное, что там даже какие-то новые стратегии придумывают. То есть вот сколько лет прошло, и все равно человеческий мозг настолько уникален, что внутрь залезает, и пускай в некоторых мелочах меняет ситуацию. И, ну, блин, это как вот со Старкрафтом, да, вот когда он вышел, ребята говорили, вот какие-то совершенно неправильные там технологии. Я говорю, что такое? Ну, говорит, вот взял лот, у него там огромная атака, ему всего апгрейд плюс две дает. Я говорю, так делать не в этом, а в том, что он зеленга вместо трех ударов с двух разрывает. Вот в чем разница-то. И вот там то же самое. То есть со стороны смотришь, думаешь, ерунда какая-то. А если ты в теме, то понимаешь, насколько глубоко люди разобрали игру. Да, ну это как раз спасибо киберспорту и спасибо противостоянию, потому что тебя ничто так не мотивирует, как наличие человека, которого ты хочешь обыграть. Ну, здесь, наверное, все-таки не соглашусь. Здесь нет такого, ну, не знаю, у меня, например, никогда не было человека, которого я хотел бы там обыграть, или которому говорил, не дай бог, я ему проиграю. Для меня всегда был интерес именно самому научиться, придумать что-то новое, попробовать как-то по-другому сделать историю с, не знаю, с развитием, с разведкой, еще с чем-то. То есть мне всегда важно было развиваться самому. Да, изучение и самосовершенствование. Да, соглашусь, пожалуй. Что за прошедший год в деятельности Федерации произошло из важных? Ну, я сразу помню про нормативы, самая резонансная новость, наверное. Расскажи вообще, почему были введены нормативы, кто их будет сдавать и зачем? Ну, хорошо. Значит, называется это Федеральный стандарт спортивной подготовки. Для чего этот зверь нужен? Этот зверь нужен для того, чтобы те активисты, которые пытаются развивать киберспорт, в, например, спортивных школах или в общеобразовательных школах. Они могли это делать и получать за это деньги. А государство теперь может выделять финансирование на эту деятельность, потому что есть четкие правила. А то, что там есть физические нагрузки и нормативы, это не значит, что пока ты не сдал эти нормативы, тебя в секцию не примут. Хотя, еще раз, на мой взгляд, там нормативы не бог весь какие. Это на уровне бронзового значка ГТО. У меня ребенок, например, серебряный в прошлом году получил, младший сын, да, в этом на золотой пойдет. И, в моем понимании, действительно не очень сложно. Но даже вопрос не в этом. Такие нормативы, как мы уже много раз говорили, есть везде, включая шахматы. Но это не значит, что человек не может стать гроссмейстером, пока он там 30 раз не отжался, утрирую. Вопрос заключается в том, что это некий ориентир, в какой форме человек должен себя держать, чтобы у него когнитивные функции работали нормально. Я по себе помню, что вот если ты выдохся и там, не знаю, там себя жалел и не занимался физкультурой, то да, у тебя мозг тормозить начинает. А если вот особенно лето, когда ты много гуляешь там с ребятами, постоянно движуха там, те же самые забегы участвуешь, потом у тебя голова работает лучше. Ну, это правда. Да, любопытно. А что по разрядам? Сколько мы о них говорим? Когда будут выдавать или уже выдают? И что за это будет? Ну, что вот чемпион у нас получит кандидата в мастера спорта, да, КМС, поэтому... А что будет? Ну, то же самое, что во всех других видах спорта. Мы здесь ничем не отличаемся. Хотя недавно, да, был момент, когда я в Госдуме выступил с инициативой поддержать спортсменов вообще, и киберспорт в частности, с точки зрения... Смотрели по-разному, вот, но на самом деле зацепились по большому счету за две вещи. Первое, что говорит, у вас киберспорта много, и если мы там, например, всем, не знаю, разрядникам дадим какие-то льготы, Минфин это не пропустит, потому что очень дорого, слишком много у вас будет. Вот, а второе, это что действительно всех заинтересовало в разных коннотациях, кого-то в негативно, кого-то в позитивно, это мое предложение все-таки подумать над историей с отсрочкой от армии для спортсменов раз, а второе, это для того, чтобы сформировать спортивные роты. Не знаю, ну, в Южной Корее они есть давно, в других странах есть. Почему у нас это нет? Другое дело, что сразу все, как бы, пошли в направлении того, что либо они там будут играть, а не служить, либо, наоборот, они там все будут исключительно управлять дронами, больше ничем не заниматься. Ну, не надо из крайности в крайность. То есть, в моем понимании, это как раз хорошая опция, когда можно совместить и возможность человеку продолжать соревноваться, оттачивать свой скилл и принести пользу Родине. Ну, то есть, опять же, да, ну, как бы, не хочется о грустном, но современные военные конфликты без тех же самых дронов и беспилотников не обходятся. А у нас вот здесь на чемпионате представлены, пожалуйста, вот соревнования по дронрейсингу в виртуальном пространстве. Пожалуйста, там за полгода можно ребят натренировать, и получат они и профессию, и прочее. Ну, в общем, это долгая и сложная история. Но я к чему? Что киберспорт имеет много граней, начиная от того, что с его помощью можно развиваться в разных направлениях и заканчивать тем, что можно получить реальную профессию. Хотел бы от себя добавить, что даже группировка, ну, группирование людей, которые из киберспорта, если они окажутся в каком-то там, ну, в армии вместе, им будет гораздо интереснее, продуктивнее взаимодействовать. Не будет такого, что они друг друга не будут понимать. Напротив, они, скорее всего, найдут общий язык очень быстро. Так в том-то и дело. И еще раз, мы не изобретаем велосипед. В мире есть успешные практики. Ну, вот почему мы в других областях пытаемся какой-то передовой опыт принимать, а здесь опыт, который уже наработан там годами, мы никак не можем. Ну, это странно, правда. Южная Корея очень далеко. Хорошо, есть другие страны поближе, вопрос-то не в этом. Но меня всегда удивляет, когда мы начинаем говорить про киберспорт, у человека всегда какое-то очень поляризированное мнение. Либо очень плохое, либо очень хорошее. А вот где взвешенные позиции, почему ее редко встретишь? Ну, очень просто объясняется. Потому что чем менее ты квалифицирован, тем более полярное у тебя мнение. Чем меньше у тебя деталей информации, тем ты градируешь жестче на черное и белое. Тебе хорошо, ты разбираешься и варишься, и пытаешься. И у тебя как бы есть компетенция в разных местах. И ты не понимаешь, почему так. Ну, потому что люди не обладают таким количеством информации. Ну, а выводы они должны делать. Люди же всегда должны как-то оценить происходящее, правильно? Вот они и оценили в Думе. Как-то вот это вот так, это так. Поэтому односложные суждения это довольно характерно для людей, которые плохо разбираются в предмете. Ну, здесь я все-таки не до конца соглашусь. Ну, я вот, ну, не знаю, я плохо разбираюсь, например, в театральном искусстве. Да, но я же не говорю, что вот это полный отстоя, а это вот шедевр. Да, я понимаю, что я не в состоянии это оценить. И я буду задавать как минимум вопросы, пытаться разобраться. Здесь вопрос, наверное, некой критичности, не знаю. Может быть, здесь вопрос скорее в каком-то психологическом подходе, что человек хочет себя чувствовать уверенно в нашем мире. Очень много нестабильности, а когда у человека есть свое четкое суждение, он себя чувствует более уверенно. Ну, ладно, это мы философию идем. Хорошо, какие-то еще мероприятия на протяжении, ну, в течение года у ФКС проходили, о которых стоит поговорить? Ну, год, в общем-то, только начался, у нас... А, за год такой, нет, безусловно, у нас проходили и международные соревнования, и школьные, и вот сейчас мы готовимся к финалу студенческих. Ну, а дальше, ну, то есть у нас четкий конкретный календарь. Есть соревнования внутри страны, есть соревнования внешние, есть, как вот, не знаю, открытые кибер-игры в декабре. Мы планируем их проводить и рассчитываем, что, несмотря на сложную геополитическую, как говорится, обстановку, к нам все равно приедет большое количество спортсменов из других стран. Ну, ладно, раз уже коснулись этой темы, да, был запрос в Международную Федерацию со стороны украинских коллег о том, что Россию надо исключить из Международной Федерации. Был собран... АЕСФ? АЕСФ, да, ну, туда сейчас ходит 120 стран. Вот, был собран неочередной съезд, этот вопрос обсуждался, и большинство людей высказалось, большинство стран высказалось против того, чтобы нас исключали. Поэтому, да, определенные санкции есть, но наша сборная все равно поедет на чемпионат мира, и с этой точки зрения мы продолжаем работу. Более того, я хочу сейчас студенческое направление продолжать развивать. Вот мы сейчас прорабатываем вариант, чтобы уже в этом году финалисты нашей студенческой лиги, которая вот через месяц в Ростове будет, могли посоревноваться с лучшими студентами в киберспорте по другим странам. То есть мы хотим взять, ну, хотя бы 8 стран, привезти в Москву для начала, и там на йот-арене сделать такой пилотный проект. Если эта история полетит, то дальше это может стать просто ежегодным мероприятием у нас. А полетит, это какие кипя у вас? Ну, во-первых, нам надо понять две вещи, чтобы, собственно, набралось количество стран, желающих в этом участвовать. Вот, во-вторых, чтобы это было достаточно интересно с точки зрения зрительской аудитории. Я согласен, что студенческий спорт непрофессиональный, и там уже, как бы, другие критерии и мерилы разные будут, но, опять же, мы будем сравнивать с нашей российской студенческой лигой. Мы посмотрим вот интерес внутри страны, да, вот он нам понятен, мы уже много лет проводим эту историю, и посмотрим, какой интерес будет к международной теме. Слушай, раз уж эту тему, наверняка у тебя были мысли относительно того, что киберспорт может стать такой, ну, он изначально интернациональный, и мы, в принципе, очень многие аполитичны, у нас другие интересы и другие цели, задачи. Как ты видишь роль киберспорта, как президент Федерации компьютерного спорта, в сфере, ну, налаживания, возобновления, сохранения контактов с внешним миром, потому что тенденция идет обратная, а мы с нашими ценностями, которые, ну, и гуманистические, я имею в виду наши киберспортивные, как минимум, ценности, те, за которые мы можем отвечать, мы всегда старались не ограничивать вообще никого с точки зрения участия в турнирах, ни по языковому, ни по национальному барьеру, и если в Олимпийских играх все уже давно понятно, сколько там спорта и сколько там политики, то в киберспорте пока все это формируется. Какие мысли, какие шаги? Ну, за все ДЭСу не скажу, но те соревнования, которые делаем мы, мы не будем ограничивать ни для кого, то есть любой человек, там, не знаю, из Европы, из Украины, там, хоть из Соединенных Штатов, совершенно спокойно может у нас участвовать, то есть с этой точки зрения мы сами никаких ограничений ставить не планируем, и мы со своей стороны будем продолжать пытаться объяснять, что и со стороны других западных, скажем так, партнеров неправильное ограничение, то есть здесь мы говорим о том, что киберспорт, он действительно всегда объединял, и это его уникальная история, он объединял там людей полностью здоровых, с ограниченными возможностями, людей из разных уголков нашего земного шара, потому что можно было соревноваться в онлайне, и он всегда служил коммуникацией, ну, тот же самый Тим Спирит, да, взять, ну, это вот хороший пример, когда ребята из России, Украина в одной команде, да, пускай это российский клуб, российский флаг, выступили, но это дает результат, и я не думаю, что ребята вот после этой ситуации, они между собой поругались как-то, наоборот, то есть я искренне считаю, что киберспорт это тот инструмент, который позволит удержать ситуацию и не дать ей развиться в какой-то глобальный раскол, я очень хочу, по крайней мере, в это верить, со своей стороны мы никаких ограничений накладывать не будем. Прекрасно, сразу вспоминается World Cyber Games, вот эта вот культура, которая тоже фестиваль объединения, интернациональность и общая тематика. Во что сейчас играешь? Наверняка же есть свободное время каждый день по паре, тройке часов? Нет, свободного времени сейчас категорически мало, мне по-прежнему интересно направление стратегии реального времени, мне по-прежнему это все нравится, но времени поиграть самому нет. Я сейчас стараюсь уделять время тренировкам сына, младший сын, да, он тоже увлекается стратегиями, мы начинали с Clash Royale, сейчас потихонечку в другие направления начинаем смотреть, поэтому игры, да, они меня по-прежнему очень интересуют, и там я, скажем так, всегда жду новогодних каникул, потому что в это время у меня появляется возможность поиграть в третий герой, вспомнить вот такие вот неспешные вечера, когда вот по молодости во времени было много, вот, но нет, сейчас со временем сложно. Ну и напоследок по планам и по любой другой инфе, которую бы ты хотел донести до сообществ наших. Ну, какие у нас планы? У нас планы развивать наш киберспорт, у нас планы открывать секции, вот в Москве сейчас на базе Йот-арены мы создали пилотный проект, совершенно бесплатный для школьников, по нашему виду спорта, организуем тренировки, рассчитываем, что это пойдет дальше, с Лезгов, там вот сейчас у нас Питерским университетом очередная программа по подготовке тренеров, естественно, мы продолжаем готовить судей, естественно, мы работаем в образовательном направлении через программу повышения квалификации, доп. образования, готовим менеджеров по киберспорту, потому что голод категорический. У нас всегда есть вакансии, можно посмотреть на хаткантере, у нас есть сейчас, например, вакансии как раз по образовательным проектам, мы ищем человека, чтобы заниматься в этом ключе. Ну, естественно, мы планируем проводить наши соревнования в регионах, то есть сейчас уже у нас анонсирован Ростов как следующее место для студийских соревнований, и в конце года у нас еще планируется как минимум два крупных события тоже в регионах. Спасибо большое за интервью, Дмитрий, удачи!